В администрации Шадринска обсудили организацию летнего отдыха и оздоровления детей. С 1 по 22 июня в городе будут открыты 8 лагерей с дневным пребыванием. 5 из них на базе общеобразовательных школ, 3 на базе учреждений дополнительного образования. Дети в летних лагерях с дневным пребыванием будут заняты с 8.30 до 15 часов дня. Для них будет организовано двухразовое питание. Один день пребывания в таком лагере будет стоить 111 рублей. Причем родителям из этой суммы нужно заплатить всего 30 рублей. Остальное за счет областного бюджета. Планируется, что в лагерях с дневным пребыванием отдохнут 1100 детей. Из них 300 детей находятся в трудной жизненной ситуации. Уже не первый год так называемые площадки не открывают лицей номер 1, школы номер 2 и номер 4, поскольку там размещены пункты проведения экзаменов. Школа номер 13 в этом году тоже не сможет открыть лагерь. Там начинаются работы по благоустройству общественной территории в рамках программы «Комфортная городская среда». Традиционно в этом году будет работать санаторный оздоровительный лагерь круглогодичного действия на базе профилактория ШААС и детский оздоровительный лагерь «Салют», в котором смогут отдохнуть 740 детей. Продолжительность смены составит 21 день. Первая смена у нас будет со 2 по 22 июня. Все смены тематические, разработаны специальные программы. Первая смена историческая и называется «Назад в прошлое в поисках истин». Вторая смена с 25 июня по 15 июля на старте побед. Это спортивно-творческая смена. Третья смена «Мы – будущее», посвященная году добровольцев и волонтеров с 18 июля по 7 августа. И заключительная четвертая смена с 10 по 27 августа на пути к тайнам, посвященной 75-летию Курганской области. В начале первой смены в лагере откроют два новых корпуса. Как отметила заместитель главы города по социальным вопросам Вера Заговеньева, «Салют» очень востребован. Этим летом там будут отдыхать дети не только из Шадринска, но и из Шадринского, Шатровского, Мишкинского, Шумихинского и Юргомышского районов. Есть заявки из Свердловской области. Также десятки шадринских детей в этом году поедут во Всероссийские и Международные детские центры – «Океан», «Смена», «Орленок» и «Артек». Возможность трудоустройства этим летом получат 139 подростков. 38 из них с 7 по 20 августа будут работать в отряде «Наш город» и смогут получить около 6000 рублей. В ходе своего трудового лета подростки смогут не только заняться благоустройством города, но и участвовать в организации мероприятий или разносить газеты. Завершила обсуждение летней занятости подростков глава города Людмила Новикова, напомнив о необходимости соблюдать правила безопасности и не допускать в работе с детьми формального подхода.